С начала пандемии коронавируса нагрузка на работников скорой помощи значительно увеличилась, рассказывает врач-анестезиолог-реаниматолог Павел Козлов. Чтобы транспортировать больных коронавирусом, нужно надевать защитные костюмы. И хотя пациенты перевозят в специальных капсулах биологической защиты, остается риск заражения. Легких пациентов перевозят в бригады фельдфельческие и обычные врачебные. Мы перевозим кислородозависимых пациентов, которым нужно и аппаратное дыхание, как правило тоже, когда перевозки из стационара из реанимации в реанимацию, достаточно тяжелые. То есть на аппаратах, ИВЛ, на мониторинге бывает даже медикаментозная поддержка сердечных систем дыхательных. Чтобы поддержать медиков, которым приходится сталкиваться с коронавирусом, губернатор Дмитрий Азаров принял решение назначить дополнительные единовременные региональные выплаты. Они положены всем работникам скорой медицинской помощи и первичного звена здравоохранения. Осуществить единовременную региональную выплату в размере 20 тысяч рублей всем врачам скорой помощи, 10 тысяч рублей медсестрам и фельдшерам скорой помощи, 5 тысяч рублей каждому водителю скорой помощи. Подчеркну, это дополнительная региональная выплата к тем, что определены в предыдущий период и, конечно, к тем, которые положены врачам благодаря решению президента страны Владимира Владимировича Путина. Губернаторские выплаты мы получили вчера вечером. Нам говорили, что они должны прийти в течение недели. Сроки нам не указывали вчера вечером. После обеда СМС-оповещение пришло, что получили на зарплатные карты суммы. Это хорошее поспорье. Народу это надо, потому что и нервная нагрузка большая, и физическая нагрузка большая. Помимо врачей скорой помощи, единовременные региональные выплаты получают также медики первичного звена. Врачи по 15 тысяч рублей, медсестры по 7,5 тысяч, младший медицинский персонал по 5 тысяч. Мы тоже рискуем, мы же идем в очаг, мы тоже рискуем заразиться. Даже мы идем, если больной, мы не знаем, что он заражен, а потом, оказывается, приходит мазок, что больной заражен ковид. Выплаты получили, спасибо губернатору. На эти цели направлено 136 миллионов 500 тысяч рублей из денег, которые регион получил за достижение показателей эффективности по итогам прошлого года. Олег Зверев, Николай Сидоров, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова